ха всем привет меня зовут ник дайдара вот начинаем сразу без разминки без разогрева обзор четвертой игры вот поскольку чуть-чуть и глазки болят от компьютера то буду специальных очках сидеть вы если захотите сможете увидеть что у меня в мониторе происходит через эти очки вот поэтому let's go стартанем игрок под номером один господин ест ты и ваша минута так вне зависимости от своей игровой роли я передаю привет госпожа мариарти своей любимой жене оксане которую я думаю через годик сто процентов чуть подлагивает на канал ну ладно не сто у меня конечно ну с высокой вероятностью появится на канале вот когда ей не надо будет когда она будет не прикована к ребенку передает привет ребенку тут я как бы ну смысл он спать он либо спит в этот момент либо ест вот закрытыми глазами скорее всего поэтому он эту игру все равно если увидит только через много-много лет сразу же подумал что передам привет господину крузенштерну вот который мог с нами играть если бы господа шарлота до конца сказать побоялась вот если корректно побоялась с нами играть вот и хотел еще вспомнить ник дочки но я забыл короче я вспоминал почему-то я мироманта блин вспомнил вообще думаю точно не она вот и все вообще не говорить так прикольная речь именно эмоционально очень позитивная была вот если бы еще сказал кстати свою роль типа я достал красную карту приду привет жене то скорее всего удалили бы игрока номер один господина ест туда и потому что нельзя привязывать свою карту цвет красный ну даже независимо с того может вы черное достали все вы говорите я там достал красный приду привет своей любимой очень рад что это на этой карте себе придал привет так не задел за это удаление поэтому он специально сказал в начале то что я за любую карту могу это сказать вот господин крузер стерн это очень давно играющий игрок это игрок белорусской мафии который с пятнадцатого года он красмейстер 2015 года вот сейчас уже 23 то есть уже прошло восемь лет получается целых вот и они шарлотты помогали в том числе организовывать последующие магистраты господину эрнеста федору крестному отцу федерации интеллектуальной игры мафии фильм вот поэтому это для старичков очень известный игрок вот особенно для белорусов которые давно играть мафии его знают вот и с уважением вот это еще дополнительно аргумент к тому что речь была такая прям статусная еще и теплая ну то есть известных великих можно сказать людях мире мафии говорил о игроках номер один и еще достаточно тепло поэтому я бы сыгрался и вы же меня тут все засмеяли что сейчас никто не дает стрел вот по этим вот ахалай махалай от своего черного я придумал я все равно буду запоминать кто какие вот эти ахалай махалай показывает проверочки и так буду находить по черным буду находить красных игроков потому что они же от красного будет открыть это план номер один план номер два я подумала ну вот я думала что вот у меня есть скойка я хочу передать привет и но я не передаю привет и естественно я начала настроить свою дал река как их передать со kor myself закрыли решил что если вы справитесь этой задачи как а потом подайду или несколько карточек кому можно передать приветы с моей стороны что касается речи игрока 1 ну она совершенно не цветообразующая, ну, конкретно для меня. Мне кажется, игрок номер один сидел бы с любой картой, черной, красной, шерифской, дотской, неважно, какой бы вы все равно сказали такую речь. Да, она была классная, она была трогательная. Как будто бы есть то, что вы действительно о чем-то думали ночью, вот то, что у вас вспомните книг госпожи Гердой. Вот это чуть-чуть, но пока... Прикольно. Итак, Ахалай Махалай, для тех, кто не знает, что это такое, господин Манго, вам большой привет. Вот так жест обозначается на договорке. Это означает, что игрок, который дает отстрел из мафии, он будет последняя, любая цифра, которую он покажет, Ахалай Махалай, плюс там сколько-то или минус сколько-то, ну, лучше плюс. Этот игрок стреляется. Например, там, я Дон, Ахалай Махалай, последняя цифра, которую я покажу на этом круге, плюс 4. Вот. Например, я показываю 2 красный, или 2 черный, или проверяется 2, или кто 2, или 2, посмотри на меня. Вот. Или там, попелись 2, почему попелился с 2. Ну, там, любая цифра, плюс 4, получается, стреляется 6. Вот. Теперь по речи второго игрока. Мне показалось, что речь у первого была достаточно интересная, и игроки точно 5, вроде как 6, как-то коммуницировали с ним, общались, ну, поддразнивали там, шутки, артик про то, что господин Уэнсдей сказал, господин Естедей, госпожа Игуль Уэнсдей из Шимкент, вам привет, кстати, будет сам ребенка нячить. В общем, достаточно интерактивная была речь, привет, господину интерактиву, и вторая тоже принимала участие в этом. Вот. Но речь она начала не с анализа речи первого игрока, не с продолжения его, хотя она там даже что-то жестикулировала, а со своей заготовки про вот это халай-махалай. Мне показалось, что будь она красная, она бы скорее по первому поговорила, а черный надо как-то окрасняться, свои какие-то заготовочки говорить, потому что вот эта заготовка, ну, она достаточно окрасняющая, окрасняющая про то, что там, я думал о том, что игроки будут халай-махалай давать отстрел от кого-то. Теперь объясняю по поводу отстрела от кого-то. Для того, чтобы было удобно давать отстрел, чтобы не показывать последнюю цифру себя, например, то дают от мафа. Например, ты сидишь на 8, твой маф на 6, тогда у тебя будет договорка такая, а халай-махалай минус 2 стреляется. Почему? Потому что ты не будешь стрелять своего мафа 6, и тебе не придется показывать 8 красный, проверяется 8, 8 черный, кто 8. Это, ну, чуть-чуть неудобно. Из этого можно выкрепиться. В прошлой игре, в одной из прошлых игр, когда господин Ясаул был мафом, он показывал на себя проверку, 7 это была как раз динамика ахалай-махалай, но обычно это не очень удобно, потому что ты же не всегда хочешь себя проверкой просить, иногда ты можешь скрываться шерифом или еще что-то, ну, условно. Вот. Поэтому в какое-то время назад была мета, что давали ахалай-махалай или там проверку, или кто, или красный-черный от своего мафа, или речевая динамика то же самое. Я поговорю первым минус 2, тоже. Ты не начнешь с 8 и не застрелишь 6. Вот. И таким образом другие игроки, красные, которые особо внимательны были, они пытались уловить эту речевую динамику, смотрели отстрел и таким образом, если определялись с версией и понимали, что игрок, который давал динамику, ну, он черный, то они от его динамики минус 2 находили, например, если 8-го нашли черным, то находили 6 черным. Вот. И поэтому в какой-то момент мафы перестроились и они перестали давать динамику от своих черных. Они стали давать динамику от красных. Вот. Если хотите, посмотрите мастер-класс господина Фреско, Фреско, по донской карте в Ютубе есть. Очень классный мастер-класс, прям обалденный, мне кажется, один из лучших по донской и по черной карте. Реально, очень много именно фишек, прям серьезных таких важных вещей, как играть именно в конкретных ситуациях. То есть он очень прям подробный и важный для уже продвинутых игроков. Господин Фреско из России. Вот. И на это была направлена речь второго игрока. Но я уже объяснил, почему мне кажется, что она не факт, что красная, потому что она черной пыталась окрасниться. У меня такое ощущение сложилось. Единственный вариант, когда она может быть красной, это если она боялась забыть вот эту свою заготовку и поэтому специально ее в самом начале речи ее рассказала. Но это тоже странновато. Короче, вот первый момент, который мне понравился, то, что она коммуницировалась один, но начала речь вообще про другое, это первое, с заготовки, чтобы окрасниться. Второе, она сказала, что речь первой не о советообразующей, а мне понравилось. Естественно, я могу ошибаться, может быть, первый черный, второй, может быть, красный, может быть, что угодно, но пока что мое восприятие такое, я вам излагаю свои мысли. Вот. Моя задача на данном канале и вообще, в принципе, обозревая мафию, не попадать в тройки черных, потому что это, ну, нет игрока, который попадает в тройки черных, а делиться своими мыслями, какими-то аргументами, собирать аргументы в пользу одной команды, другой команды, просто ими делиться. И вот. Если смотреть, например, мысли разных игроков, то можно подчеркнуть очень много и в себя выбрать. Вот. Таким образом, два аргумента сказал, почему я два скорее не сыграл бы, а с первым скорее сыграл бы. Сиба, игрок, Ванн Рам Три, господин Тихий Закон. Ну что, приветствую всех на очередной игре. Вот. Хочу от лица мирного города выразить благодарность шейфу предыдущей игры. Вот. Ему маленькая противочка благодарность. В принципе, предлагаю его последователю, я думаю, что в этой ее у нас шейфу точно не куча чего предыдущей, может быть, даже и лучше. Может, такой же быть и. Сомневаюсь, что такой же пока. Я предлагаю скрыться либо мне, опять же, это проделить, определенная схема. Может, и другому красному. Я, в принципе, не настаиваю на том, что вся власть, информация была у меня, можно найти какого-то мирного жителя. Вот, например, господин Игеста Дэра. Скрыться ему, ты думаешь, что два красных? Нет, два пока в зоне риска. Она пока находится у нас... После этого ты уже в зоне риска, понимаешь? Я в зоне... Просто за то, что я тебя дальше заподозреваю. То есть, надо прям сразу сказать, что ты точно красная, да? 10 секунд. Ну, вот, если ты это покажешь, что два, то еще раз, и ты не можешь расшириться. Пока он припадает. Так, прикольно. Третий пока играл в моей позиции. Я играю 1-3. То, что господин Архи седьмой показывает, что вторая красная, ну, мне уже не подходит. Мне уже подозрительный 7. Вот, от этого. Можно попросить на переверку 7. Но я бы... Я пока что так играю, что я могу и не показать проверку, потому что я стараюсь красным не жестикулировать максимально. Ну, максимально стараюсь не жестикулировать, особенно на ноль, чтобы не давать мафам никакой информации. Потому что мафы не знают, как поговорить по предыдущим игрокам красным-черным, потому что они не понимают, они знают роли, и они не понимают, насколько хорошо или плохо для красных этот игрок поговорил. Поэтому я красным лишний раз подсказывать мафам не хочу. Там, Например, вторая красная точно. Ну и тогда маф после меня сыграет с 2, например. Вне зависимости от того, какая 2, условно. Есть, кстати, аргумент по поводу того, что 7 не черный, потому что он сразу вылазит в 2-я красная, показывает. Но это, я думаю, не сильный аргумент, потому что седьмой игрок опытный. Если, например, 2-7 вместе черный, он может вытягивать своего мафа сразу же. Поэтому я бы не окраснял 7 за то, что он показывает. Я пока сыграю 1-3. Хотя у 3 именно аргументов в речи не было. То есть, ну вот, как я объяснил, почему я сыграл с 1 и не сыграл с 2. И как 3. 3 вообще ничего не объяснил. Поэтому не уверен на 3 красный. Вот так. Доброе утро, город. Красный игрок-множитель. Выставляю 1 и 2. 1 не красный. 2 не красная. 3 не красная. Позиция такая. Вот 1, вы привели аргумент в окраснении игрока под номером 1 госпожа Крис, что 1, это красно-туту, что он думал о некой госпожи Герде. Это очень простой ник. То есть, если бы он реально думал об этом ночью, всю ночь продумывал, он бы точно вспомнил о некой госпожи Герде. Поэтому вы привели аргумент, который должен вообще в тему натуру работать. Я бы скажу, что наоборот лучше покрасна. Поэтому с вами не играю, поэтому аргументы не играю с 1. 3, сказал, что можно аж скрыться игроку под номером 1. Но столько один красный игрок. Понятно. Ни с кем не играю, пожалуйста. Игрок под номером 5. Прикольно. Я вот этот момент вообще пропустил в речи первого игрока. Поэтому вывод сразу. Надо внимательно слушать речи. Первое. Второе. На речи 4 я сразу показал, типа, ха, класс. Со всеми тремя не играешь. И второе сделало то же самое. То, что у нас так эмоционально, поведенчески сошлись движения и мысли, это прикольно. Вот. И еще момент. Красные, в отличие от шерифа, больше подвержены тому, чтобы жестикулировать, шутить, что-то показывать, эмоции выдавать. Например, вот это то же самое. Это скорее красный сделает, чем шериф. Шериф обычно очень сконцентрирован. Вот. Например, пятый уже и фол поймал, и посмеялся. Понятно, в прошлой игре то же самое делал, был шерифом. Это потому, что человек умеет прятаться. Вот. А четвертый, наоборот, максимально сосредоточен. Это не понравилось, ни с тем, ни с тем, ни с кем, ни с тем не сыграют. То есть, потенциально, 4 может быть шериф, например. Вот. А вторая, например, уже меньше шериф за вот это. И то, что я так показал даже вот сейчас, это не очень, ну, наверное, не очень хорошо. То есть, именно в играх буду стараться максимально прям спокойно контролировать свое тело. Вообще мимику абсолютно как камень вот так. Сидеть и не выдавать ни позиции, ни эмоции, ничего. Вот. Но проблема в том, что когда шериф, надо как-то быть не шерифом и там что-то из себя строить. И если, ну, игроки, которые прячутся шерифами специально и специально показывают какие-то проверки или там улыбаются, чтобы их мафы на ноль не нашли, у меня будет контраст мирной карты и шерифской. Потому что мирным я буду сидеть наоборот, нечем делать, а шерифом буду максимально не шерифом. И от этого мафы могут понять, что это шериф, поэтому мирным тоже надо что-то исполнять. В общем, надо стараться, чтобы примерно одинаковые были игры, примерно одинаковая была игра за обе карты, за шерифскую и за мирную. Вот. Привет, господин Артик, минута. Так, доброе утро, город. Передаю привет господину Алиоту, господину Манго и господину Интерактиву, потому что вы, скорее всего, будете эту игру обозревать. Вот, смотрите. Господин Дейдан, еще. Чёрники вместе со мной. Вот, поэтому вот. Зрителям всем... Причем раньше, чем господину Интерактиву, Манго и Алиоту. Привет, как говорится. Кто смотрит эту игру на стримчике, может, я тоже буду смотреть. Так, ну я играю 1, 2, 3, 4. Тут все понятно, в принципе. Самый красный 4 для меня. И в 1, 2, 3 там просто мне речи понравились. Единственное, что не понравилось, придут, я шериф. Хочу сейчас скрыться. Говорю, а может быть, у нас тоже шериф? А ты говоришь, нет, ты не шериф. Почему? Ты можешь открываться против меня? Думаю, да, да. Говорю, что я такой фолл и взял. По 1, не знаю, у Лёха там просто очевидно, что он говорил бы эту речь в любом цепите. В том цепите, давайте просто. В 2 сыграю рам в жизни. Вот, посмотрим, чем мне это улыбнется в будущем. Не чувствую себя в хорошем, но сыграю в 2 за то, что ты расчувствовался. Вот, подкосило. Все, ну и что, ты же закупил красный. Увы, время, игрок под им рам шестер. Вот, подкосило. Все, ну и что, ты же закупил красный. Время, игрок под им... Я не понял, вот это про самый красный. Ну, прикольно то, что он сыграл с 1, Артик сыграл с 1, во-первых. Во-вторых, проэмоционально он 2 не заподозревал. У меня сейчас уже тоже, за то, что мы одновременно вот этот жаз сделали, тоже не сильно про профил 2 хочется играть. Ой, мне кажется, Артик максимально расслабленный. А когда он был доном на 1, он очень переживал. Поэтому, не знаю, что ли, как будто уже 1-2-5 хочется сыграть. Но 5-й сыграл с 3-4 и сказал в конце речи, что 4 самый красный. Не знаю, я не понял, это шутка не шутка, как-то это было смято, так я не понял. Не очень четко прозвучало в конце речи. Блин, пока сложно, пока сложно. Если красная 2, то может быть черная 3. А мне 3 не очень понравился. Короче, я вот на данный момент, мне кажется, можно, я бы сыграл 1-5. И в 2-3 не против 2-3, но и не уверен, что они красные. Вот, может быть такое, что реально 3-й, черный, 2-й, красный. Могут ли 2-3 быть вместе? Я думаю, могут быть. Нет аргумента, почему не могут быть. Но пока что не приоритет на этой версии. Поэтому пока что акценты, не знаю, 1-5-2-3, наверное. Или 1-2-5-3. Ну, примерно что-то такое. Доброе утро, город. Я в детстве играл в футбол и мечтал стать футболистом. В моих данных не хватило, что стать футболистом. И я всегда мечтал стать либо тренером детским каким-то, либо футбольным судьей. Вот, для того, чтобы быть тренером детским, у меня нет навыков. А судьей я там пробовал, у меня получалось. Вот в этой игре я буду судья и буду раздавать красные карточки. Вот, я даю красные карточки игрокам 1-3-4. Вот. Я дал красные карточки игрокам 1-3-4. Если 2-5 это не 2 игрока вместе в одной команде, то после меня есть 2 игрока, которым я не раздам карточки. Вот, я играю, играю, не важно с кем играю, раздал карточки игрокам 1-3-4 красные карточки. Пас. я только не понял красной карточки что он имел ввиду красной карточки за счет с ним сыграет или значит он их подозревает типа удаление в негативном ключе или в позитивном это я не понял вот поэтому короче я с 6 не играю почему потому что мне кажется красному надо максимально доносить свою позицию вот прям стараться биться пробиваться вообще не отвлекаться на какие-то внешние истории какие-то ненужные нелепые какие-то налоги и проводить посмеяться хохма вот это все ну то есть для меня красная карта это прям серьезно надо играть прям стараться на победу это не за что там сто процентов голосовать правильно потому что это невозможно это значит что надо вот максимум который ты можешь быть внимательным анализировать речи слушать сопоставлять аргументы не отвлекаться быть в фокусе вот а то что 6 сказал это что-то типа профанился поэтому я пока не сыграю тем более даже не понял 1 3 4 красные карточки что значит значит в негативном ключе или в позитивном ключе непонятно он даже не удосужился объяснить и скипнул речь раньше времени поэтому 6 они игра так ну по ходу по реакции 6 все-таки в позитивном ключе 134 он играет 25 красный 7 уже сейчас как будто не против 7 уже сейчас как будто не против 7 до что еще более подозрительно тогда стал он не сопротивлялся но не возразил седьмому о том что 134 красные у него смысле в позитивном ключе красный поэтому на данный момент уже 1 2 5 7 хочется сыграть почему уже не играю с 3 потому что пятый и седьмой кого я уже на данный момент не сильно подозреваю уже больше считаю что нормально поговорили они уже отцепили 3 ну так чуть больше отцепили 3 чем 2 поэтому по их цветам в том числе вот какую-то такую пытаюсь коллективную команду собрать вот проверка 3 если 3 не найдется черным очень хорошая будет я думаю от этого будет до 27 скорее красный вот если 3 найдется красным будет сложно не понимаю что в этой ситуации делать проверить 6 наверно тоже можно если 6 красный то тогда можно уже сомневаться в 7 и в 5 если 6 черный ну то есть от 6 красным чуть больше цветов будет если 6 черный то 7 красный 5 скорее красный вот вот что кого-то в 36 я бы наверно проверил пока что так вот то же самое почему не играю 4 ты сказал что для себя аргумент 2 плохой покраснение 1 для понятно было что она имела ввиду про игрока номер один мысль о том что если он вообще задумал раньше кратчу эту штуку то передать приветом дочери шарлотты крушу тором бы ну короче я не думаю что это было прям заготовка вот а чтобы вообще при принципе дойти до мысли нужно было думать потом кому передать привет чтобы дойти до мысли о герде вот назвала для меня не только по речи просто она была красной счетой речи также просто игре просто ее вопрос пока получается находить 3 подозреваю и по лицу и речь мне супер не понравилось вообще не понял чему это все это велко и в один момент я думал это ваш элиф который прячется когда он сказал что артику типа думаю нет не ты потом искал можно скрыться ему стал короче предлагать кому как сказать кому-то другому вот лишь бы сказать было все так то пока что как будто 57 не шерифы во первых мне речь 7 очень понравилось все объяснил то что он крис может находить не по речи а просто как-то визуально в прошлый год так и было поэтому в принципе имеет место быть все те же мысли по поводу красных карточек что у меня были я понял то что 3 он заподозревал ну короче нормально я думаю что пока 7 больше красный я уже чуть-чуть поменял свое мнение 1257 пока играю мне кажется 5 7 не шерифы 7 так поговорил что он думал что 3 сначала шериф потом передумал ну если бы он был шерифом вряд ли бы он подумал что кто-то шериф а потом передумал но либо это гениально гениальный речевой оборот чтобы спрятаться это первое второе артик когда архи говорил свою речь он поддакнул то что он тоже думал что 3 прячется шерифом сначала значит артик тоже скорее не шериф точно по такой же логике плюс артик уже поймал фол плюс он фанился хотя это не сильные аргументы потому что в прошлой игре артик тоже поймал фол тоже фанился и до шерифом но я об этом уже говорил короче играю 1 2 5 7 5 7 не шерифы скорее и 2 тоже скорее за вот это я уже объяснил вот интересно кто шериф интересно кто может спасибо игрок по номерам 8 328 минута так если мы старый еще короче пару красных карточек раздаст там судя по правилам конец игры будет техническим не хватает игроков так моя команда это 1 2 6 и 7 сейчас все объясню почему не позиционно почему так странно значит по 7 то есть теперь 3 5 да я рассмотрю что 3 5 могут быть два черного игрока и 3 сказал что тогда 5 взял фол почему он не может быть шерифом 3 знает что 5 это мафия может такое сказать по моему простая мысль 4 не хочу брать потому что для меня отказаться от 1 2 3 плохо мне кажется это 100 процентов не тройка можно было там что-то выделить плюс мне кажется что 4 просто прячется за своим эмоциональным фоном на предыдущую игру то есть пускай что он может быть красным но как по мне плеченым он такое может делать 6 мне кажется красный за карточки 2 за аргумент по 1 но 1 мне врядом кажется короче я допускаю мысль что один может быть мафией потому что мысль про короче передать привет он способен так но я пока не возьму господина кристо у него были какие-то уникальные мысли это прикольно но я пока его не возьму вот потому что мне не подходит если 5 черный то круто если 6 7 вместе красный это 8 наверное ну не знаю но он 6 7 помирил это как-то странно я бы 6 7 не мирил то он сказал за карточки 6 красный у меня наоборот за карточки 6 не красный короче не сыграю с 8 вот как-то так дали что он черный да я его черным сильно не посчитал я пока поиграю 2 7 8 и отдельно 5 сильно черным не считаю мне команда 7 понравилось что он именно выделил 2 5 красными 2 как бы игрок по моему не черный так господин писатель вы играете 2 7 8 7 вам понравился что он выделил 2 5 8 въехал в 5 5 сказал 8 черный и вы играете 2 7 8 и при этом 7 вам понравился за то что он выделил 2 и 5 внимание очень странно очень странно нелогичность нелогичность поэтому а 8 еще и 6 7 из 6 назвал красным вот в предыдущей игре госпожа шарлотта сидела на 3 была доном и она позволила себе сказать нелогичность она сказала что артик игрок номер один поговорил также по ей понравился а потом сказала что он поговорил так же как и в прошлой игре а в прошлой игре ну типа это вторая игра мясорубки он был мафом была нелогичность который я не заметил она оказалась мафом вот сейчас нелогичностью господин писателя в речи он говорит что он играет 2 7 8 где 8 атакует 5 играют 6 при этом 7 ему понравился за то что тот выделился 2 5 ну а пятый черный кого-то там заигрывает между один проверюсь уйдешь такая краска что вы поиграли против 1 2 3 я 1 4 подозреваю смотрите он поиграл против 1 2 3 вроде 2 красный 1 3 вроде не вместе черная я думаю мне 4 9 оба не прям вау поговорили я думаю там должен быть маф какой то если два красных печально ну шестой красный не сильно понял я тоже занимался футболом как бы у нас команда с вами абсолютно разные ваши красные карточки не сильно устраивает вот пока играют 2 7 8 5 вот что показывает 5 как-то вроде по эмоциям не черный по команды не туда абсолютно поэтому так пока 278 это жест вопроса или там что почему как когда вот я в изумлении господин писатель вот так обращаюсь сейчас именно из-за того как он по 5 поговорил 3 7 составляю 7 значит смотрите у меня непозиционная будет команда буду рассказывать все свои мысли для меня 1 красный для меня это очень было приятно почему не беру 2 хотя тебя многие называют красный меня тебе надо послушать было бы это очень было вот слово такое скупо то есть после такой речи 1 возможно шарлотта и кроссенштерн муж с женой я точно не уверен но возможно поэтому возможно она так сейчас поговорила по речи 1 типа оставляешь какой-то зазор мне так показалось но тебя много кто назвал красный может быть красный компания 3 у меня устроила он сказал что 1 красный я тоже посчитала 1 красным дальше смотрите артик мне у тебя не понравилась фраза ну вот в кои-то веки поиграют 2 но это какая-то как скидка еще что-то непонятно то есть ты не за цвет ни за что просто так с ней играешь и потом когда вадим играет 2 5 мне непонятно ну типа ты сам нашел ты придумал писатель абсолютно берет эти же цвета но не объясняет почему если вадим там объяснял что там по лицу по еще чего-то короче 1 3 8 у вас было были свои мысли я посчитала 8 красный а у тебя спасибо у нас все поговорили по фалам пара папам 1 3 8 1 3 8 1 3 8 тяжело да блин мне хочется 1 2 5 7 играть допустим допустим 3 8 красные тогда 4 6 9 4 6 9 вряд ли 4 9 вместе как-то не получается но 6 9 я подозреваю 1 3 8 8 я не знаю 8 9 могут быть вместе черные 9 заигрывал заигрывается восьмым пока что не хочется об этом думать и 10 тоже заигрывается восьмым 9 10 друг с другом не играют но играется 8 у них я не знаю не совсем противоположная команда обычно когда если два игрока у них абсолютно противоположная команда но они играют с каким-то игроком то этот игрок должен быть красный потому что его окрасняют игроки из противоположных позиционных команд вот у дев 10 прям жестко противоположных команд не было но они вообще не состыковываются то есть писатель сыграл а ну можно сказать да в противоположных писатель два пять семь восемь а не два семь восемь и что-то там по пять промазал непонятно не сильно черным считает хотя так шарлотта 138 вроде противоположные команды да и оба играют с восьмым короче от этого 8 уже не черный на данный момент подозрительный 9 4 показал подозрительный 9 в 4 9 должен быть маф но вряд ли вместе поэтому пока что не хочется 4 атаковать и записывать лучший ход 4 потенциально шерифа может быть но пока от этого думать не надо не надо строить игру от того кто шериф там шериф то можно можно ошибиться и крышевать черных так шесть девять и кто-то в один три десять но поскольку 10 играется один три позиционно надо взять 10 потому что они с ними заигрывают типа мой лучший ход сейчас 6 9 10 нет уверенности в этом потому что если позиционно брать то всегда получится что черная команда где-то в конце сидит потому что естественно ну те кто вначале не могут сыграть с теми кто в конце стала пока что 6 9 10 нет получается посмотрим Так, четвёртый показал 9-10, пести чёрные. Первый говорит, что 7 поговорил нормально и 10 тоже красные. Это странно. Так, если что, у меня позиция такая, я не окрасняю за плохие речи. Если, например, игрок на первых слотах условно не старается, от меня вы не услышите в игре, что он не постарался, если чёрным бы он постарался, я с ним заиграю за это. Я так не скажу. Вот. Вчера на портале InetMafia две игры играл, там, в обеих не сыграл с игроками на 1-2-3, ну, где-то так, за то, что они речь скипнули, там, после 30 секунд, и в итоге оказалось дважды то, что в 1-2-3 двойка сидела. Вот. Это не значит, что всегда так будет, но просто обидно сыграть за плохую речь по антилогике, а потом там маф оказался. Вот. Первый окрасняет 6 и окрасняет 10, но у меня тогда уже акцент смещается на первого игрока. То, что он 8-9 хочет, ну, подозревает, хочет пилить или в лучший ход записывать, то... Но мне не подходит, потому что 9-10 игроки из разных команд окраснили 8. Я уже не хочу 8 играть поэтому. Поэтому и то, что он окрасняел 6, мне тоже не нравится. Два момента, которые мне не нравятся. Но 4-й говорит 9-10 об мафе, он показал на жестикуляции, при этом говорит 1-й красный. Этого я не понял. Ну, то есть, абсолютно нелогичность, мне кажется. 3-й показал 1-й, это нормально. Что делать-то, а? Блин, 6-го окраснил и 8-й, и 9-й, и 1-й. Мне кажется, возможно, мафы знают, что он красный и пытаются его окраснить вообще за нелепую какую-то ерунду. Что делать? Кого записывать? Запишем. 9-10-1 как будто уже. Не знаю. На двойку 4-9-10 как будто надо записывать. Потому что 4-й показал 1-й красный. Наверное, на двойку 4-9-10 надо записывать. Да? Странный вот этот жест от четвертого угла. Очень странный. Так, надо переслушать речь первого игрока еще раз. Прям, чтобы точно разобраться. Артик не у тебя. Когда Вадим играет два... Кто чего-то? Кто, чтобы стол покинул игрок под номером 2? Спасибо. 0 голосов. 7. Кто, чтобы стол покинул игрок под номером 7? Спасибо. Это 5 голосов. Автокатастрофа. Между игроками 1-7. Игрок под номером 1. 30 секунд. У меня самые красные 2.6. 10 поговорил нормально. 7 показал, что 10 красных меня это устраивает. Я бы проверил 7. Берил бы 8-9. 7 показал, что 10 красных я не заметил, кстати. Плохо, если так. Если мы его красным считаем, тогда по 7 можно 10 не записывать. Подождите. Так, если 7 считать 10 красным, у тебя это совпадает? Зачем проверка 7? Во-первых, это может быть динамика речевая. Кого попрошу на проверку. Я не понимаю логику. Если ты считаешь человек красным, зачем его проверять? Пока что это не очень понятно. Ну и 3-4-5. Скорее всего 3. Я не против своей проверки. Я не ошиб. Вот, 5 согласны будем. 2, мне кажется, красный по лицу. 6 за эти карточки. И мне кажется, если я достал черное, он бы боролся. 10, мне кажется, красная. Ну, может быть, черная 10. Но это... Ну, короче, я думаю, 3-4-5 обязательно из черные. И, ну, короче, при пророке 7 я бы плюл 8-9. Скорее всего 3-4-5. Больше 3. Время. Игрок под номером 7. Ну, у меня в 1-3 первый чернее, чем третий на данный момент. То, что 4-й показывает 1-й красный не подходит. 8-й показывает 1-й красный. И 8-й, мне кажется, больше красным за то, что 9-10 его окрасняют. Что происходит? Что получается? 1-4-6-9. Но с 6-го многие окраснили. 1-4-9. Но 4-9 вроде не двойка. Я бы записал 1-4-9. Но это не тройка. Ну, я бы записал 1-4-9 пока что. 30 секунд. Так, ну, для себя 8-й, мне кажется, у тебя красный речка у вас. Сейчас красный, 2-6. Я помню, что у него команда 2-6-7. Да, и аргумент на карте 1-2-6-7, если что. 1-2-6-7. 1-2-6-7. Вот. Мне казалось, короче, почему я показывал брюкендец, мне казалось, там какой-то черный есть. Добавлено. Черным игрокам показал какие-то цвета. Иначе у меня будет показать. ЕСОЛ второй. Почему я показал ЕСОЛ? ЕСОЛ, кстати, сразу скажу, какой он будет. Фон набрать. Он просто просит. Смертный облифон смотрит в одну сторону. Никакого коммуникации со столом. Ничего. 1-3-4 для меня какая-то двойка. ЕСОЛ показал 9 черный, 10 черный, 3 черный. Что-то много черных у него как-то. 1-1-4. У вас. 3. Мясо. А первый, который называет 10 красный, кто такой? Не знаю. Мне кажется, всем красным он подозревает 4. Поэтому у меня сходится пока что. Я 1-4-9 записываю. С игроками 1-7 в таком порядке. 1-7-1. Кто за то, чтобы столпать игрок под номером 1? Спасибо. Это 5 голосов 7. Кто за то, чтобы столпать игрок под номером 7? Спасибо. Это 5 голосов. Кто за то, чтобы оба игрока покинули стол? Спасибо. Это 0 голосов. В городе ночь все засыхают и принимают правильный ночной посадки. Как-то пятый игрок что-то был в игре. Как-то эмоционально там участвовал, шутил, выкрикивал. А потом как-то вот пропал просто. Испарился. Господин Артик. Было такое интересное. Замечено за ним в этой игре. Что-то происходит? Где звук? Так, тихо. Звук я выключаю. Ну плохо. Я уже какой-то спойлер поймал. Это очень грустно. Это очень грустно. Это очень грустно. Я не понимаю, что происходит. Что за звуки? Почему нету отстрелов? В городе все еще ночь. Игрок под номером 4. У вас есть право оставить тройку черных игроков. Мы не снимаем. Три-пять-десять. 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 Прикольно. Ну я в четыре ошибся. Значит уже надо все переигрывать. Значит уже мог вообще в молоко сыграть. Три-пять-десять. Запомним лучше ход. А кто первый, который говорит десять красные? Я не понимаю. Ну ладно. Утро. Игроки играют друг с другом часто. Может цитаты другу лучше понимают. Здесь есть мафия. Думаю, не уверен. Почему? Потому что что? Ты прям красный. Очень красный игрок не вскрылся. Мне показал, что он красный игрок. Пять это мафия. Смотрите. Пять мне показал. Я. Красный. И не вскрылся мне. А вот если он даже не ширит. Он бы мне сто процентов стукнул. Особенно если пять не ширит. Он бы сто процентов не стукнул. Я думаю, что три мафии. Есть другая версия. Что? Есть другая версия. А ты шриф. А ты прям черный. Э. А кто он? Э. Артикова, третий фолл будет. А у тебя кто вскрылся? Ты вообще... Не знаю. Мне шесть вскрылся. Фолл. И Саул второй. И у тебя три черных. У нас три шрифа. Я вскрылся семь. Перез Испанию мне вскрылся пять. Ааа. Сиграть в баланс. Три пять могут быть третьи. Какой баланс? Какой баланс? Э. 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 Какой балансный Gaston? объяснили что происходит вообще пересматривать мы можем конечно пересмотреть скрылся ли 6 первому но это будет не fair play ну то есть это мы читы будем подрубать с помощью записи таким образом так сейчас я перемотаю это все весь этот момент артику вас два фалла крис стихи закат старый 300 по одному будьте пожалуйста аккуратно наш провал день открывает игрок по номерам 2 крис один полминута у тебя 3 проверенные черные выставляю 3 резюмирует 5 сейчас никуда не уходит мы играем две версии мы играем в долго мы играем в баланс если игрок номер 5 все-таки форм застрелит игрока номер 6 значит нам придется больше подумать мы в игрока номер 5 не голосуем я видела вскрытие от пятого тебе я все это видела если бы один был проверенный черный я бы не играла версию игрока номер 6 для меня на тот момент когда один поговорил свою речь началась вся вот эта суматоха все начали показывать кто-то проверку один кто-то один черный кто-то вот не единстве кто показал четыре что 1 это красный игрук я думала один красный за то что он попилился с тем же игрока в номер семь из аномальную команду 2 ещё но если игрока номер один это мафия ему нет смысла послушай ты меня красный считаешь ему нет смысла говорить что у него команда 2 6 и плюс когда игрок номер три сказал вот игра выбираете не покажите какого цвета игрок номер два он же я на нем показал из этого я Я думала, что один не мафия. Вот. Ставлю три. Я думаю, красный восемь. На ноль я думала, красный семь и восемь. В рейтинге игрок по номерам. Три. Тихая заказ. Блин, смотри. На самом деле, я когда ехал сюда, я ожидал, что у меня больше всего коннект. Будь с тобой. В первые игры ты записал меня в лучший ход. Потом, когда я был черный, ты голосовал, наоборот, со мной. Потом, когда я был красный, ты играл в меня опять. Когда у меня было кучу красных ходов. Я сказал, я не считаю красным. Если ты два назовешь красный, я буду с тобой говорить. Когда ты говоришь, что два шесть это красный, и красный десять. А подозрительно это три восемь. Но цвета десять это три восемь. Она сказала, что я играю один три восемь. Смотри. Что? Шесть шейф. Три. Сесть со шесть шейф. Я тебе помню, почему я показал, что ты черный. Выставляю пять. Смотри. Важно. Ты не будешь проверенным красным. Шесть. Если я черный, я уже не... Так, пиши сейчас. Ты готов писаться? Помирись, пожалуйста. Дома игрок по номерам. Все. Ребят, один вписан в нашу версию. Выставляю пять. Мы забрали пять на этот круг. Не будешь так сказать. Шесть скрылся... Он тебе скрылся когда? В ноль же? То есть, смотри. Если шесть черный, пять ему скрылся. Пять считай шесть... Ни чем... Красный. Шесть будет перестроить красный, что у него черного. Три. Мя. Спасибо. Артик два. Пола минута. Вставляю три на голосование. Как все было? Я у шесть. Я ему скрываться сильно не хотел. То есть, я никому в этой игре скрываться не хотел. У меня цветов было мало. Я у шесть, когда игрок номер три, и там кто-то еще просили проеку в один. Не ты просил проеку в один. Я ему начал спрашивать. Знаете, неизначай. Он же цвет один неплохо находит. Он тот тебя нормально что находит? Что-то все показывают. Один черный. Один красный. Сидит человек на шесть. Говорит, ну не знаю. Я ему стукнул. Скажи мне кто один. Он сказал, первый черный. Правильно? И вы будете верить, что шесть. Пойдет тебе первую ночь проверять. Когда тот цвет понимает. Он твой цвет понимает, блин, по лицу. Он в сошлой игре. Вы на девять десять себе уже сказал, ты точно красный. Пойдет он находит без проверки. Почему я проверил игрока на игре три? Потому что он мне сказал, что первый игрок черный. Я до тот момент скрылся ему. Кого мне проверять? Смотри, если первый он мне показал черный, ты красный, с которым попилился один, ты показал восемь, девять, десять красный. Я это все видел. У меня проверка только среди игроков два, три и четыре. Четыре я назвал ноль самым красным. Проверка 23 у меня любая. Так, у седьмого восемь, девять, десять красный. У третьего один, два, три, шесть красный. Получается три, семь, не два красных. У третьего семь должен быть черный. У седьмого третий должен быть черный. Получается. Что, пять, семь вместе? Посмотрим, куда третий будет играть. Не, подожди, ну семь, восемь, девять, десять все красные. Мне это очень странно как-то. Но если с учетом того, что шестой вскрылся с седьмому, седьмой знаешь, что шестой красный, восьмой сыграл с шесть и с семь. Седьмой может так думать? Тогда кто черный? Первый показывает, вторая красная. Значит, первый чернее, чем два позиционного. Один, три, шесть. У седьмого. А если пятый, то один, два, пять? Один, два, пять, где третий говорит один, два красные. Как будто нет. Один, три, шесть, значит. Ну, интересно, послушаем. Поэтому я подумал, что лучше проверить три, которые по моему аргументу, я с ним сыграл только за это. Ну, прикиньте, я шерифом сказал, давай я тебя опять спросил, он сказал, ты точно не шериф, почему? Три, мя. Игрок по номерам шесть, старый один фолл в вашем нотанке. Это составляет пять. Поддержит. Я сказал, что я мог правильно проверить. Почему? Я скрылся. Семь. Семь показал проверку. Один и десять. Десять. Сказал первый красный. Я уже думал проверять больше десять. Восемь вылез. Проверил первый. Один и четыре. Я считал один, три, четыре. Семь игроками красными. И после речи семь, когда он сыграл с два и пять против один, три и четыре. Сказал, что я не очень красный. Но обращался к три, что-то говорил ему. Мне казалось, что он игрок в этой игре красный. И он точно не с пять. Я уже пять считал игроком черным. Сейчас думаю, что черный два и пять. Потому что два, пять и десять. И восемь девять. Два красных. Такое может быть. Может быть черный восемь. Который играет против один в наглую. И тогда черная команда сложнее. Пять восемь и десять. И мне надо будет два уговаривать, чтобы она голосовала пять. Это сложнее. Выставляю пять. Пять это черный. Игрок по номерам в семь. Архи ваша минута. Я очень голосую в баланс. Потому что больше подозреваю игроков в три-шесть. Почему так? Я не понимаю. Вот умера четыре. Я не понимаю, кто черный. У игрока номер шесть. Пять. Это я... Ну, во-первых, давайте по речь шестого игрока. Он сказал то, что у него подозрительные два и пять. А первый кто такой, который показывает два, красный. Он это проигнорировал. Я говорил про седьмого. Какая у него должна быть черная команда. От цветов восемь, девять и десять красный. Получаются. Опять же позиционно. Я это уже объяснял. Первый черный, чем два. Один, три, шесть. Он это озвучивает. У меня второй круг подряд. Все, что говорит Архи, мне прям очень вкусно. Да. Но у меня так не раз было, что это... Что у меня полностью совпадали мысли с мафами. Но пока что вкусно. Понял. Два, восемь, девять и десять. Мне казали всемирные. То есть я должен ему две ошибки там допустить. Такое, безусловно, возможно. Но пока для меня это вправе, чтобы собирать баланс. Плюс. У меня с вами маленький наигрыш. Я не знаю, мыслите вы так или нет. Но если вы, допустим, вот вы и шериф, вы уже подумали, что будете проверить игрока номер один. И после этого он вскрылся игрок номер пять. Вы наверняка не хотели бы, чтобы он проверил того же игрока, которого и вы. Вряд ли вам этого хочется. Покажите первый красный. Чтобы он не думал его проверять. Первый черный показываете, он может по себе проверить. И будет нехорошо, если, допустим, он сейчас бы вскрылся с первым праведным черным. Плюс игрок номер три сказал странный аргумент. Он сказал, что зачем игрок номер шесть? Вообще, в принципе, вскрывается. Он будет пилить троих, если там пять не за черным. Во-первых, пять нашел черного, а троих шесть уже вскрылся мне в нуле. Десять секунд. Не понял я. Аргумент игрока номер три. Вот. Потом, на прощай мне еще скажите. Подожди же, я не понимаю, это мафия. То есть, мне не кажется, что... У вас время. Спасибо. Игрок под... Прикольный аргумент господина Архи. Если кто-то не понял, объясняю. Пятый вскрылся шестому. Шестой типа шериф. Ну, мы думаем, мы сейчас в шкуре игрока номер шесть, который позиционирует себя как шериф. Ему на ноль скрылся пять. И показывает, кто один. Шестой уже на тот момент думает проверить один по седьмому игроку, потому что седьмого он считает красным. Хотя, почему он седьмого считает красным, который играет полностью в противоположной команде шестого игрока. Два-пять-семь, а не один-три-четыре-шесть. Непонятно. Ну, ладно. Он это не объяснил плохо. Надо объяснять, если он красный. Вот. И седьмой... Короче, по седьмому шестой хочет проверить один. Поскольку пятый ему вскрылся, для шестого пятый черный. И если шестой покажет первый черный, то пятый может типа как шериф от того, что в один-шесть есть мафа того, что шестой показал, что первый черный, пойти проверить один. Вот. Вот. И... Ну... А это не выгодно шестому. Но это сложный аргумент. То есть, я бы прям не сильно считал черным игрока за то, что он не сориентировался. То есть, это надо прям сверхразумом быть, чтобы такую комбинацию просчитать за долю секунд и показать, что первый красный, чтобы пятый не проверял первого. Вот. А почему не выгодно шестому, чтобы пятый тоже проверял один? Потому что, если шестой красный... Ну, вообще, красному лучше, чтобы было больше проверок в разных игроков. Потому что, если, например, пять и шесть проверят один, и один с кем-то черный в пять-шесть, то один будет разноцветной проверкой, и будет очень мало цветов по столу. Будет один с кем-то из пять-шесть, и красный для кого-то из пять-шесть. Но тогда, получается, проверка игрока, который в пять-шесть проверит первого красным, она вообще бесполезна, потому что от проверки один черный от лжошерифа, понятно, для этого игрока будет, что первый красный. Поэтому, проверяясь один красным, уже плохо. Вот. И для других остальных игроков тоже цветовая палитра по столу меньше. От того, что вот сейчас у пятого третий проверенный черный, у шестого уже третий красный, первый проверенный красный, уже 1-36 красный, пятый черный, уже очень много цветов. Поэтому выгоднее для красного города и для шерифа, чтобы у шерифа и лжошерифа были проверки у разных игроков. И именно об этом говорил игрок на Мерсель. Вот. Но аргумент был реально сложным, и то, что шестой не сориентировался и не показал первый красный, это крутой аргумент. Но он, мне кажется, его можно простить. Потому что он прям, надо очень сильно включиться прям и, ну реально сверху разумом быть, чтобы так подумать, просчитать и показать первый красный на тот момент. Под номером восемь, конечно, ваша минута. Так, пока в черном Ту-5 у меня единственное то, что пять не прятался с шерифом, но если что он сыграл со всеми и не делал особо других. Ну, мне кажется, ну он выкрикивал, он шутил, что-то там заигрывал с тихим закатом, что он может быть тоже шерифом. От абсурдности, что как-будто не шериф. Вот, я же, я же посчитал, что пять семь не шерифа. Вот я, например, посчитал. Поэтому я не считаю, что он не прятался, если он шериф. Это супер действие, чтобы спрятаться. Ну, если ты не прячешься обычно, все знают. Вот, а если ты решил не прятать, ну, такое, безусловно, может быть. Почему я сейчас хочу его свадить три, не только в баланс, но в том числе, если чем на Т игрока номер один, который проверил на красный У6. Один сказал, ему казалось два шесть семь, все красные, привел те же самые аргументы, которые сказал я, но при этом у него купили обязательно. Хорошо, два шесть и десять. Ну, так десять поговорил, а семь оба показали. Он показал десять красные, я переспасил, показал. Га, классно. Для этого не видел, не сказал. Так до этого, даже если десять красных не считал, ну, команда моя один, два, шесть, семь, ты сказал два, шесть, это игроки красные, семь, сыграл только, может быть, черным пять, как твои версии и остальные. И что ты выкинул меня, вообще не было понятно мне. То есть мне точно такие же аргументы, как игрок мне нравится. Уставляю три, пока я скользил на свой баланс. Вот. По шрифам пока нет, вот единого мнения. Пас. Игрок по номерам девять, писатель ваше мнение. Так. Выставляю десять. Из десятого все команды пишутся один, три, не вместе с черным. Вы сказали, что у вас типа один, три, шесть, черная команда. Ну, вы такое сказали, да, может быть, черная команда. Она поиграла один, три, по-моему, один, три, восемь поиграла с двумя черными игроками, почему она у вас красная? Я один, три вместе с черными не вижу. Я бы десять снимал. Почему? Ну, я не понимаю. Вот если речь Архимеда два круга заходит, речь писатель у меня два круга не заходит. Допустим, писателю не нравится, что десятое сыграло с три. Так третий проверенный черный. Можно же в баланс сыграть. Писатель боится, но если писателю третий не нравится, он у него не красный, так сними три. Сыграй в баланс простой. Что это за смута какая-то непонятная? Зачем снимать десять? Тем более, что десятую красный считает восемь, красный считает один. Один проверенный красный у шесть. Значит, у писателя должен быть подозрительный один за цвет десять красный. Один проверенный красный у шесть, значит подозрительный шесть. Потому что шесть может быть черный вместо с один, может быть черный, а один красный. Если шесть подозрительный, значит пять больше шериф, у пятого третий проверенный черный кого вы подозреваете мне кажется не надо сильно думать кого голосовать если ты подозреваешь 3 сними 3 что за съем в сторону если 10 красный тем более два игрока называют красный потом можно неправильно определиться с версией 3 3 поиграть мне кажется деструктивные стороны мне так кажется по счету 2 не черная вы не черный смотреться вы черный вряд ли будете играть против 4 который стреляется в 8 вроде туры что ты не махаешь ну вы сейчас и так три снимите 3 сказал что будут скрываться 5 потом его проверим нет 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 таки не нравится по мне проверка 6 она более логично даже допустим смотри даже послушай даже если 6 черный с первым игроком его проверка более логичная чем проверка игрока номер три ну ты вот спрашиваешь ты будешь спать вон так ну не знаю может буду может не буду по мне прыгать и странно я думал что 10 черный во всех командах это кажется ну в этом доля правда есть проект один лучше чем проверка ты мне кажется у меня тоже 7 8 2 не кажется черными сейчас но я потому что 136 больше подозреваю ну короче в конце речи были мысли которые мне импонируют у господина писателя поводу того что проверка один лучше чем проверка 3 и 288 мне тоже кажется мне казался 8 красный уже речей 9 вот 10 на прошлый круг ну потому что они в контр командах поиграли но в разных командах противоположных и сейчас 8 тоже нормально поговорил седьмом металла круга нравится как говорит это что писатель заигрывает 288 где вторую красняет 1 за чернее 1 чем 2 мне тоже нравится но снимать 10 все равно ну короче я понял не сильно считаю черным писателя но я не согласен прямо категорически с съемом 10 потому что я буду знать точно что 9 черный потому что это невозможно он рассказывает версию игрока номер 6 из 10 у него во всех версиях черный с кем с 5 вы в ноль сыграли 2-5 вы сказали 2-5 с красным а вы поиграли 1-3 там точно черный есть по всему да потому что в ноль первый погорел для меня по красному и когда третий сыграл с 1 это логично сыграть с 1 невозможно сыграть с 4 невозможно который сказал 1-2-3 все черные когда артик там всех объединил и сказал что на вскидку сыграть с 2 я это заподозревала с 6 невозможно было сыграть 1-3-4 невозможно было слепить эти команды а вы как-то там разобрались господин писатель у вас там все красные и черные во всех весах поэтому можете не проверять мы просто будем уходить по очередь это невозможно всем понятно и пятому и шестому понятно прикольно реально тогда с пятым 10 может быть тогда 2 5 7 10 кто-то ну кто-то из них получается прикольно но нет первый второй назвал красными уже не получается тогда получается 5 7 10 5 7 10 здесь у вас время игрок под номером 1 есть 2 2 фламинута я анонсирую если что что 7 8 9 и 10 вот и двойка если это если шериф почему не хочу вписываться потому что у него могут быть черные допустим 3 и 6 кто-то 8 и 9 а 8 и 9 я обоих подозреваю ну что мне 8 что-то сейчас рассказывал что он 7 вместе с 7 10 красная показал кайф давай посчитаем игру 26 у меня красный 7 8 показывает 10 красный почему они должны запилились 8 9 и 3 3 там опять сам на серверсии что он сейчас объяснял то что я в 3 забрал черного и черного 9 наверное если 10 красная ну я вписываться не буду я не готов у меня нет такой уверенности как в той игре вот сейчас 10 поговорила плохо я уже не уверен что 10 красная 7 и 8 сказали что 10 красная 9 10 и черная мне твоя рейша рот на этот момент мне понравилось 10 секунд плюс то что 4 вот оставил вот это 3 5 вот у меня вообще нет сомнений что он мог слышать и 3 5 поэтому сказал всегда себе противовес опять я думаю что я рассматриваю спасибо у нас все поговорили есть это и артик у вас по два фала крест тихий закат старый крест описатель по одному не была мысль но это же не такой прям супер черный чтобы дать своего черного черного девятки уйти всеми руками внутри 5 могут быть вместе черные но зачем так делать так делать можно только если 5 понимает что все его заголосуют и 3 доедет вот но мне кажется такого не было 5 не сильно подозревали мне это кажется не очень и вот он окраснил седьмой и все да ну по факту да но никто не сказал что он черный не был такого что черный 5 я не помню по мере 1 сейчас мне нормально поговорил как по мне интересно спасибо это у нас шесть голосов 5 кто за то чтобы столбики на графа на 5 спасибо это два голоса 10 кто за то чтобы столбики на игрок по номерам 10 стоп спасибо это один голос игрок по номерам 3 вы набрали больше количества голосов тихий закат в вашем пути в принципе ничего удивительно я плюс-минус зажал что так и будет что вы в 5 неспособны проголосовать когда он черный смотри старый меня к тебе просьба сыграть так как я и сказал ты в лоб проверяешь 7 вот 7 красный он сыграл хорошо для меня 8 черный 100 процентов красный цвет 8 я не рассматриваю для меня черный 8 один проверенный красный 2 красный 9 для меня красный вот если ты прорежешь красным 7 мне кажется что-то типа 5 8 10 если 7 проверенный черный для меня 9 10 у оба красный и черная команда это 5 7 8 понятно но мне сложно рассмотреть 8 черный потому что его краснили 9 10 обувь ну они же могут ошибаться мы в красный не рассматриваю он сыграл 1 2 6 7 сейчас у него приоритетная версия мой вход там какой-то был такой аргумент первая рука уже забыл 9 красный 2 красный все первый прайон красный вот эту игру надо выигрывать так надо вписываться забирать тонна на 9 и все и мы дальше выиграли версию если ты сможешь уговорить ты закрываешь тул а ты потенциально сами версии ты проверяешь 7 ну короче вторая двусторонняя красная получается и 9 скорее я еду сторонний красный вот у 5 1 3 6 и кто-то в 9 10 1 3 6 9 там должна быть тройка у 6 5 7 10 ну блин тихий закат говоришь у него 8 точно черный хорошо мы играем от этого тогда черный 5 точно черный 8 точно проверка 77 черный значит мафа в 9 10 скорее это 10 если 7 черный то 5 7 8 окей мне кажется это странно блин мне кажется я спойлер поймал какой блин я спойлер поймал увидел роли так плохо я закрыл я смотрел в нижней части экрана там как раз плашки с ролями это очень плохо я не не уверен на сто процентов но вроде блин очень плохо очень плохо короче мне казалось что я увидел так вот сейчас те кто смотрит без ролей вы пожалуйста выключите звук на 10 секунд даю вам 5 секунд чтобы вы выключили раз два три 4 5 мне показалось что я увидел что состоит черный и двойка черных перед ним ну или один черный перед ним ладно ладно и в любом случае я уверен на 85 процентов что состоит черный но все равно буду играть буду стараться все равно это на меня уже повлияло уже сто процентов это повлияло но я буду все равно какие-то аргументы искать рассматривать какие-то версии все равно блин плохо игрок под номером 5 2 пола артик ваша минута выставляю 10 на голосование 10 проверка черная промазал закрыл версию сейчас ребята мы будем в это играть смотрите вадим а ты проверка красную а ты брейли черный а кто а 10 красную ребята прикиньте как-то 10 пошел проверил когда я если мафия у меня ученики есть я вообще в этом метро распроекте участвовал учу ребята не кратите версии сняли красную убили шериф 10 проверенные красный писатель свой цвет знаешь ну я спрашиваю знаешь свой цвет прикинь как я убью 6 10 проверенные красные как как они тебя с ним писали тебя 10 просто припечатает и я выиграю в воду лёха 2 и 4 сможет что-то делать ну блин не будешь ты блин как-то решать сидеть если вдруг 6 10 вместе черные я хотел записать лучший ход 6 9 10 но я от него отказался потому что первый сказал 10 красная 7 сказал 10 красная а 4 сказал 10 черная но красный 1 если вдруг это так это скорее всего так то получается я ошибся из-за того что игроки ошиблись цветах какой вывод сделать не всегда надо играть позиционно цветов других игроков вот да сложная мафия тем что нельзя никогда положиться на цвета не свои не других игроков потому что всегда есть ошибки у кого-либо грустно это ну это замечательно наоборот потому что если бы все было очень просто то не было бы мафии не было бы черных побед и опять же поэтому не надо ругаться после игр прям очень сильно жестко на которые неправильно определились с версиями потому что это элемент игры это нормально это во-первых во вторых поражение часть побед и так люди растут поэтому нет играем в баланс спокойно и слушаем ищем команды не нужно форсируемся мы турнир играем лучше аргументы так хорошо я ничего не буду делать прекрасный голосуешь куда хочешь не очень-то будет голосовать понимает так эмоционально 6 сейчас плохо очень сыграл то первое второе до тебя тихий закат попросил проверить в 7 я правильно понял что 110 проверил кого 6 проверил я не понял этого если проверка но мы играем в командную игру 3 жестко попросил он жестко сказал что 8 точно черный проверить 7 надо командно играть но может сказать я проверил по моему проверенному красному но ты же орал голос там громче это важнее должно быть ну ладно посмотрим но то что он сейчас ему сложно вот это вот эмоционально себя вывести в режим да я красный точно красный торнадо там орать то что он это не может это плохо ты рассказывал там что-то писателю в какой-то угадайке и а начал если ты вдруг в этой игре красный чем я сейчас очень сильно сомневаюсь после того что ты сделал так почему я не проверил 8 потому что 8 все что выродил в этой игре 6 7 2 красных но я опять же уже под влиянием того что я увидел 6 6 черный но это тоже не точно к сожалению блин такой пока произошел лавала лавала да я уже начал думать то что возможно версия 5 710 уже начал думать о такой версии сначала думал 136 136 сейчас нету 136 10 получалось до 169 мы короче как-то так получалось Ладно, посмотрим. Это правда, да, действительно, Архи правильно говорит, это реально было странно. Да, что-то я тоже не... Ну, я, короче, заметил, что это какая-то странная речь, но не предал прям, ну, не озвучил это, реально. Третий черный по одной из версий, десятая говорит, 9-10 уходит по очереди. Так в 9-10 только один маф, и если третий... Так, наверное, надо заново. Смотрите, в мафии 10 игроков, красным надо вывести... Есть 4 голосования. Если нет промахов, то 4 голосования. Мы выводим четверых игроков из игры. На круг при девятерых, на круг при семерых, на круг при пятерых и на круг при трех, троих. В угадайке. Вот. Мафам надо снять двух красных, и они выигрывают. Мирным надо снять трех черных. То есть, есть одно право на ошибку. Можно вывести одного красного игрока только на голосование. Все, дальше нельзя ошибаться. У нас есть две версии. Пятый шериф и шестой шериф. По версии шесть, три красный. По версии пять, три черный. Третий ушел. Мы начали баланс. Дальше десятая говорит. Мы с 9-10 идем по очереди. В 9-10 только один маф, не два. Если третий красный и уйдут 9-10 по очереди, то уйдет два красных. Потому что между 9-10 и один красный, она, Шарлотта точно знает, что она красная, и третий красный. Тогда два красных покинут стол голосованием, значит будет, игра закончится два в два. Или еще раньше три в три, если снимут 10 после три. Поэтому десятая не может говорить, что они уйдут 9-10 по очереди. Сначала 9, потом 10, при условии, что уже сняли три. Это неправильно. Поэтому то, что архи говорит, мне третий круг нравится, третий круг. Поэтому вы готовы уйти по очереди. А если так, если ты решишься черный, то опять для вас был на том момент шерифом. И тогда нужно проверить 9, потому что он последний черный. То есть сугубо, с точки зрения счета, ваша речи никакого смысла не имела. Человек, например, 6, сказал, что 8 не дал жизни игроку номер 1. 8 сыграл 1, 2, 6 и 7. Опять же, никакого смысла речи не имеет. То есть человек меня обманул. Ну и просто для меня 10 мафия. То есть я подсветил 10 фактов, как бы там хотел определиться, поэтому я показал игроку номер 5, проверить 10. И уже если кто-то проверить, что он мне показал, типа не знаю, типа я с тобой не буду контактировать. У вас, Уррей, да, игрок под номером 8, ваша минута... Так, как мы делаем? Мы пилим 5, 6, 10, плюс 1, 7 и 8. Игра продолжается, оставшаяся в 7 и 8 уходит в китайке. То есть и 7, и 7, и я отписан. У 6 версия 5, 7 и 8. Почему я отписываю? Почему для меня 6 это не хип? 3, это проверенный черный 5. 3 нормально попросил, обратился к игроку номер 6, попросил сыграть эту игру по нему. Проверить 7. 6 пошел, проверил 10. 10 проверенная красная, ну, к сожалению, не получилось. Опять, будучи мафией, версию закрыл, представляете, какая беда. И 3 сказал, что я 100% мафия, хотя по его версии я сыгрался 1, это красный, Глокдуал не сильно подозревал, сейчас это игрок красный. Получается как-то незадача. Выставляю 10, под первой руки 10, выставляю 5. Был 5, потом выставляю 7, выставляю 6. Ты будешь пилиться, я вообще без разницы. Ну, давай ты. Это очень спешно. Блин, ну, реально эмоционально 5, 7, 8 себя ведут как красный, прям реально. Ну, черным, мне кажется, сложно очень эмоционально такую штуку выдать, плюс они реально говорят классно. А 6, смотрите, на нем просто лица нет реально, он просто сидит, уже такой подздался чуть-чуть. Вот. Блин, классно, надо игры с открытыми ролями обозревать, это так проще в тысячу раз. Просто замечаешь столько аргументов в сторону одной команды правильной, и аргументов в сторону другой команды просто не рассматриваешь, не замечаешь, и ты типа такой, гуру мафии. И вот. Да. 6, 9, 10, лх, надо было оставлять. Первый сказал, шестой красный, восьмой сыграл 6, девятый сказал, восьмой красный. Ну, нереально, мне реально, вот я восьмого на ноль подумал, что он красный, потому что 9, 10 есть какой-то позиционный маф, и они оба с ним сыграли, и седьмой классно поговорил, и он три круга классно говорит. И сейчас уже Артик как-то эмоционально уже намного лучше, чем 6 себя ведет. Ну и... Я не знаю, это вообще не сильный аргумент, мне кажется, его сила очень невелика, но после промаха, ну и в принципе, даже без промаха, пятый сразу закрыл свою команду, то есть если пятый черный, то он сразу агрит десятую против себя, сразу получает руку красного игрока 10 в себя, то есть он может дать кого-то игрока красным, например, я даже не знаю, Первого того же. Если первый, ну так, уже получилось, что первый двусторонний красный точно, потому что у пятого черная команда 3, 6, 10 найдено, у шестого первый первой красный, поэтому первый точно двусторонний красный, и пятый, например, может вместо 10 черный дать первого красным. и тогда не факт, что 10 поставят в 5, и можно будет какого-то красного в сторону снять, например, того же 9, потому что на данный момент 5, 7, 8 уже вписались. Это, кстати, аргумент, почему пятый, не, я, знаете, я так вот подумал, покрутил, 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 реально, рукой 10, можно же снять 9 на данный круг, 5, 7, 8, 10, если еще попали бы, вообще супер был, поэтому уже этот аргумент обретает силу, вот я его докрутил, уже нормально, даешь первого проверенного красным, 10 ставит в 9, ты ставишь в 9, 7, 8 ставит в 9, если 5, 7, 8, уже 7, 8 вписались. Голосует 5, 7, если я добиваю, то всех под первой руки 10, что вы думаете? У-6, версия 5, 7, 8, у вас, Грей, Мя, спасибо, игрок под номером 9, писатель ваша минута. Да, вы потом будете пилить, мы всесторонне красным, смотрите, для меня просто игрок номер 3 очень странно уходил, значит, он сказал, что у него 9, 10 могут быть вместе красными игроками, да, то есть для меня это довольно странно по счету, да, при этом 8, бетонный, черный, вот точно черный, проверяется 7, почему не у него я красный? То есть, ну, каким образом? Я поиграл 2, 7, 8, потому что игрок номер 9 не хотел снимать 3 на прошлый круг. игроками поиграл жестко в 10. Я у него не могу быть ни в коем случае как красным игроком. Это первое. Плюс, смотрите, у игрока номер 10 я был черный, послушайте, то есть она готова с вами подниматься. У меня претензии было, что типа она играла против 4, против 6. Так я играл против 4, я играл против 6, я поиграл 2, 7, 8. То есть игрок номер 10 от своего красного цвета, ей очень сложно играть именно жестко в меня, что точно черный. А я от своего красного цвета могу подумать, что она черная, потому что между 1 и 3 был черный игрок, а она с ним сыграла. Поэтому она у меня была по счету черная, а по счету у нее черный не был. Так попилите там, поднимите, не поднимите, ну давай его там с кем-нибудь. Блин, ну уже получается так, что 7, 8, 9 все считают 10 черный. Уже у них перебор, уже 4 черных 5, 7, 8, 9. Уже плохо все. И причем не обязательно, что это прям правильная версия, может же кто-то ошибаться, там заблуждаться. Вот, но уже все плохо у команды 3, 6, 10 на данный круг. Вне зависимости даже от того, какого цвета карту они достали все. По пиле, если мы только играем, это будет очень странно. Да, и надо объяснить, зачем пилят четверых, при восьмерых. Уже говорил, то что в нормальной, обычной игре без промахов можно снять 4 игроков голосованиями. То есть, одно право на ошибку. Если происходят промахи, то попил, это инструмент, ну, когда пилят несколько игроков и потом поднимают, ставят руки за подъем. Это инструмент, который позволяет вывести из игры больше игроков, больше 4. А это значит, что больше шансов на победу у красных игроков. Вот. Обычно пилят четверых, при восьмерых, ну, наиболее часто получающееся развитие событий. Наиболее часто развитие событий таким образом происходит, получается, случается, когда при десятерых уходит признавшийся черный игрок или точно черный игрок или, например, когда один шериф и нет другого вскрытия, уходит проверенный черный, все, мы точно знаем, что черный игрок точно со всех сторон покинул игру. После этого, там, допустим, стреляется шериф, у него какая-то красная проверка и пилят четверых. Почему пилят четверых? Не боятся слома. Потому что, если произойдет слом, даже если черный сломает в красного, я сейчас не вдаюсь в подробности, просто, если, неважно кто, испопило, не испопило, ломает черный, даже если не в себя, ни в другого черного, а в красного, три в три не будет, потому что уже ушел точно черный. Это не так страшно. Ушел черный при десятерых, отстрелился шериф, есть проверенный красный, заголосовали красного, отстрелился проверенный красный, стало шесть человек. Сняли черного, который ломал, отстрелился еще какой-то красный, мы пилим двоих при четверых. Это очень выгодно. Это при условии, когда одна версия. При условии, когда две версии, я ни разу не видел, вообще, в жизни, ни одну игру, где пилили четверых при двух версиях, реально. Это намного реже происходит. Может, в этой игре произойдет. Это происходит, когда две версии шерифства и найдены черные с обеих сторон. То есть, у одного игрока два проверенных черных, и у другого игрока два проверенных черных. При этом, на круг при девятерых ушел какой-то черный, потом промах, и уже собраны команды. И тогда задача команды, которых за игровым столом двое, именно их задача попилить так, чтобы мафы для них, три мафы за столом, по их версии, чтобы они не сломали. То есть, например, первые два мафа голосуют за первую кандидатуру, там за кого-то из них. Второй маф голосует за вторую кандидатуру, тоже за мафа, и еще кто-то красный, по их версии. Ну и дальше, дальше. Вот. Сейчас почему хотят пилить четверых? Опять же, почему выгодно? Потому что семь игроки, семь-восемь, уже вписались. Вот так, жест вписаться обозначается. Семь-восемь писались, то есть, черная команда пять-семь-восемь, либо три-шесть-десять. Поэтому задача, вообще по идее, по-хорошему, игроков шесть-десять, в данном случае шестой уже поговорил, задача игрока номер десять, попилить четверых. В чем загвоздка? Ну, почему аргумент в том, что пять-семь-восемь больше красный? Потому что, если они черные, им невыгодно это предлагать. Ну вот прикиньте, вы черные, пять-семь-восемь. Ну, вы, даже если в баланс, ну, во-первых, вы можете просто на три-в-три закрыть, там, девятого, например, уговорить и еще кого-то. Если не получится, то просто сыграют в баланс, снимут пять, шестой кого-то проверят, шестой шериф, а пять-семь-восемь черные. И потом, играют же в версии больше пять-семь-восемь, в любом случае. Да даже если не играют. Они потом на каком-то из кругов будет голосование и все равно смогут выиграть. А если пять-семь-восемь плюс кто-то из шесть-десять попилиться, надо на круг подниматься, так игра закончится, они проиграют. Поэтому мотивационно пять-семь-восемь больше красный. Вот. Интересно будет, если там кто-то ошибается, и черный девять. Это будет интересно. Но шестого все равно будет проверка. А, девятый можно сломать. Ну, надо пилить так, игрокам 6-10. Они же подозревают в первую двустороннюю красную и вторую красную. Ну, уже по игре получается, ее все красные назвали. Тот же первый двусторонний красный назвал вторую красную, поэтому во вторую мы не играем. Поэтому у них черная команда пять-семь-восемь. Если кто-то в семь-восемь ошибается, то девять. Поэтому их задача попилить так, чтобы игроки пять-семь-восемь-девять голосовали под первую и вторую руку. Например, пилим пять-семь-восемь-десять. 5-7 голосуют в 5 8-9 голосуют в 7 6-10 голосуют в 8 и 1-2 голосуют в 9 Кто сломает, тот черный Все И проиграем Время игрок по номерам 10 Вставляем 5 Мы все пилить не будем Мы снимем 5-го, который закрыл версию Это понятно? А вот это мотивация черного игрока не пилить Разбивая аргумент игрока номер 9 0 Я как сыграла, так сыграла Он же сейчас продублировал, что я не сыграла 4 Я такой уверенный, потому что я подсмотрел роль Забавно, если я неправильно подсмотрел И вообще ошибаюсь, это будет очень круто Прям приобрел уверенность Но реально все аргументы пока что Вот реально И эмоционально Как 5 намного эмоционально круче себя ведет, чем 6 7-8 круче себя ведет, чем 6 Мотивационно 7-8 вообще не надо вставать А 10-ая наоборот мотивационно не хочет вставать Вот Ну и 8-ой я объяснил, почему у меня на ноль был Потому что красным и седьмой мне нравятся 3 круга подряд речи Пока что эмоционально и аргументационно и мотивационно все за команду 3-6-10 говорит Ну посмотрим Видео достаточно долго Все, погнали, погнали Интересно Что я черная Поэтому я взбрыкнула на тот круг и сказала Не надо здесь проверять Я попросила и обратилась к двум шерифам Не надо здесь проверять Если он красный, одумается, значит кто-то еще хуже поговорит Не надо здесь Это была моя просьба Поэтому я считаю, что девятый не красный Как уходил третий Если третий черный В команде 3-6-10 Никогда шестой не пойдет проверять 10 Это бесполезная для него проверка Он даст какую-то черную проверку Он пойдет, как его третий сказал И проверит 7 Это тоже просто Как раз таки нет Аргумент абсолютно полностью нерабочий Потому что шестой Если найдет черного То как раз таки после промаха После промаха Если пятый уже нашел свою команду 3-6-10 Если шестой даст команду То легчайше попилят Как раз вот то, что я объяснял До этого несколько минут И поднимут И все Финита ля комедия Поэтому этот аргумент полностью нерабочий И наоборот он даже в минус идет Игрокам 6-10 Потому что у шестого проверки 10 нет Когда третий Орал Говорил Я считаю 8 черным Точно Проверка 7 Если седьмой проверены красные Значит в 9-10 есть маф Если седьмой проверены черные Значит 5-7-8 Поэтому Наоборот проверка 10 красные от 6 Это минус Это минусовой аргумент наоборот А потому что промах Поэтому Артик только потом показал, что 10 черных А сразу не показывает Спасибо Так ему наоборот невыгодно мафам это делать Игрок под номером 1 Естерина и ваша минуса 2 фла Ну либо у меня стабильно Раз в 6 дней будут плохие выходить фла Так надо смеяться Ну либо нет Либо только во второй Аналогично Ух ты Игрок под номером 2 Крис в вашем Ну смотрите Первый двусторонний красный Он принял решение Можно голосовать с первым двусторонним красным Ну Вообще Самое лучшее Вот в данной ситуации Для победы красных Лучше всего попилить четверых Если сломают 6-10 Это их проблемы Все Они признались Не страшно Мы не боимся сломов Мы пилим Как я объяснил Если кто-то сломает Все Поражение Тот попил который я объяснил Там Ну Невозможно проиграть Если кто-то сломает Из 5-7 Которые выставлены под первые руки Если они не поставят То мы просто голосуем Седьмого игрока Ну Если седьмой сломает Хотя Подождите Подождите Интересно Интересно Ну 7-8 вписались Это их ответственность Они вписались Все Мы рассматриваем команду 5-7-8 Вот Как-то так Как-то так Это самое лучшее Попилить четверых В данной ситуации Если пилить не четверых То Можно сыграть в баланс И Просто посмотреть Какая будет проверка Ну Хуже не будет от этого Ну И Еще есть вариант Это Проголосовать С проверенным Красным С красным С двух сторон Первым Первый Определился Если Ну Не знаю Если Если хватает Фаберже То можно С ним проголосовать Если Не хватает Можно Баланс Хуже Не будет А девятый Сыграл 2-7-8 Получается Это Получается Вообще Сок Команды На прошлый Круг Я тоже Это Озвучил А мне Он Еще Не Понравился Потому Что Он Потому Что 5-8 Что Как-то У меня 1-2-5-7 Была Команды Потом Как он Находил Цвета И плюс Мой лучший Код 3-4-6 Слово Но Мне Это Тяжело Но Потом Она Поменялась Потом Потом Я Первого Не взял В команду Потому Что Я Волхау Записал Я Получается Записала Тройку Красных Конечно Это Все Может Быть Может Происходить Выставляю 10 На голосование Но Я Не Думаю Что Я Записала Тройку Красных Я Подозревала Конкретно 3-4-6 Плюс Ко всему Этому Смотри Я Там Все Выяснила Если Черные 5-7 И 8 То Игрок Номер 6 Вскрылся Игроку Номер 7 На Речи 8 Но Если Черные 5-7 И 8 У них Точно Есть Динамика И они Отстрелят Игрока Номер 6 Ну Почему Он Сидит Это Вообще Получается Красный Тогда Черные 5 8 И 9 Да Есть Тоже Такой Аргумент Если У Черных Динамика Тоже Халай Махалай Или Проверка То Можно Как-то Игрокам 7 8 Перестучаться Точно И Пятому Маякнуть Если Например Динамика У5 Или Кивнуть Просто На 6 Но Это Тоже Не Факт Что Это Прям Получится 100% Во-первых А Еще Этот Аргумент Нерабочий Потому Что Вскрывается 5 Значит 5 Дон Ну Смотрите Во-первых Во-первых Этот аргумент Не стопроцентный Потому Что Может Всегда Быть Статик Всегда Может Быть Статика На 4 Поэтому Этот Аргумент Не 100% Рабочий Но Сейчас Скорее Сильные Игроки А Это Сильный Стол Играют В Динамику Тот же Халай Махалай Я Не Знаю Когда До того Как 6 Скрылся 7 Либо Не знаю До Конца Круга Когда Еще 5 7 8 Не Смогли Перемейковаться То Тогда 7 8 Допустим Отстучались Потому Что 6 Вскрылся Седьмому Седьмой Как То Маякнул Пятому То Пятый Не Может Скорее Не Да Не Да Да Стрел 6 Точно Потому Что Пятый Уже Вскрылся 6 Поэтому Зависит До Конца Круга То Он Наполовину Рабочий И Даже Если Пятый Скрылся 6 Прям Совсем Совсем Перед Ночью Все Могла Быть Статика Так Что Ну Короче Это Про То Как Можно Разбить Этот Аргумент Он Может Быть Рабочим Может Быть Нерабочим Один Тоже Аргумент Имеет Разный Вес Разную Силу Вот Например Шарлотты Я Рассматриваешь 5.8 и 9 Я Не Рассматриваю 5.8 и 9 Таня Прости Ну Вот Потому Как Я Подумала Речь 6 Мне Не Понравилась Нерабочим Сталя 10 На Голосвание Если Проиграние Я Извинюсь Но Это То Что Думала Я По Мои Спасибо Архи Показал 2.58 Ладно Слово На Следующий Круг Будьте Аккуратны Если Артик У вас По 2 Показал Писатели Крис Старый Крис Ко Одному На Голосвание Были Выставлены Игроки 10 5 7 6 В таком Порядке 10 5 7 6 10 Кто Чтобы Стоп Покинул Огрок Под номером 10 Стоп Спасибо Это 5 Голосов 5 Кто Чтобы Стоп Покинул Огрок Под номером 5 Стоп Спасибо Это 2 Голоса 7 Кто Чтобы Стоп Покинул Огрок Под номером 7 6 Кто Стоп Покинул Огрок Под номером 6 Спасибо Это Один Голос Игрок Под номером 10 Вашу Причайную Молосу Спасибо Паша Спасибо Провожаем Плодисменты В городе Ночь Так Имеет ли смысл Дальше продолжать Смотреть Без ролей Может ли Черная команда Быть 5 10 Например Или 5 10 5 10 5 10 Ну короче Есть такой вариант Подожди После промаха Свою черную Черную дать Нет Нет такого варианта После промаха Своего черного Не надо давать Черным Потому что Люди играют В баланс Сняли 3 Потом сняли 10 На следующий круг Сняли 3 Потом сняли Черную проверку 6 Еще кого-то То есть Сняли одного Мафа По версии 5 Если 5 Дает 10 Проверенный Черный То на круг При шестерых Например 5-10 Попилят Поднимут И игра Закончится Поэтому Своего черного После промаха Не надо давать Черным Вот Есть исключение Это когда Например В девятке Ушел красный И он не был Черный Ни с какой версии Есть такая опция Это уже более сложно Но вообще Базово Если играет Спокойный Баланс При девятке Сняли игрока В баланс Он точно черный По одной из версий То черного Черным давать Не надо Вот Поэтому вряд ли 5-10 Вместе Черные Поэтому вряд ли 5-10 Вместе Черные Ну вот Но я все равно досмотрю с закрытыми Так Теперь Надо понять Как Я выключаю Звук Звук Мотаю До Так Что-то происходит Что происходит Ночь Включаю Звук Теперь Ну да Десятая Сдалась Поэтому Десятая Черная Ну Скорее 3-6-10 Если 3-6-10 Не надо Угорать Я просто Все Все версии Рассматриваю Понятно Что 3-6-10 Это 95% Сейчас Но я просто Пытаюсь Может вообще Какая-то Фотосмагорическая Черная Команда Есть Что-то Типа 5-10 И Ну Не 9 Кто-то 7-8 Ну Прям Борется До конца Если Черный Касал Так Ну Хорошо Давайте Все Считаем По версии Шестого Игрока Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шесть Игроков За столом 3-3 Нет Значит Игрок Какой-то Маф По версии 6 Покинул Стол Голосованием Ну Либо Четвертый Самострел Мы Это Не Рассматриваем Три Тихий Самострел Причем Не Скрылся Шерифом Значит В 3-10 Есть Маф Фу В 3-10 Есть Маф Короче Я не верю Что 5-й дал Свою черную Черной После промаха Это раз Второе Если 5-й дал Третьего черным В 9-ке То я не верю Что он потом В 10-ке дал Красного черным Потому что Он мог дать Например 9-ть красным Если 9-10 Вместе красные И уж Может уйти 10 Как вариант Или даже 6 Можно снять Поэтому В это Я тоже не верю Но Все равно Просто гипотетически Вот Малюх Ну 6-й еще вообще Не борется Он вообще что-то сдался Хотя Ну так Шерифы тоже могут Короче Вот этот Единственный Маленький шанс Мы рассматриваем Допустим 5-й черный Вместе с кем-то В 3-10 У 6-го черный 8 провер Что он там показал 8 проверенный красным Показал 8 проверенный красный 7-ой стрельный красный Значит 9 черный Значит 9-5 9-10 Не вместе Значит 5-9-3 3-5-9 А у 5-го 6-й последний маф Так Просто Сейчас пилится 5-6 Сейчас пилится 5-6 На подъем Ну да Безопасно 5-6 попилить Можно троих попилить Можно снять 5 У 5-го Да Можно просто снять 5 Самое лучшее Самое лучшее Это чтобы прям Не проиграть 100% Сейчас снять 5 Это прям вообще Это прям вот Совсем 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 Вот чтоб не переживать За игру У 5-го ушли 2 черных 3-10 Снять 5 После этого 6-й Кого-то проверят Найдет черным И попилиться с ним При четверых Это гарантированная 100% победа Если он проверит 9 красным Например Он станет 2 У него Первый проверенный красный Девять проверенный красный Восьмой проверенный красный Все Все Это математически победа Вот сейчас Состояние игры такое Что это математическая победа Снять 5 После этого 6-й пилится С кем он хочет Но понятно Что уже Рассматривать Версу 6 не будут Но Чтобы не проиграть Всякое может быть Можно реально Перестраховаться Прям вообще Лучше перебздеть Чем не добздеть Как говорится И снять 5 сейчас Вот Кайф Я по интервью думал Что интервью О, это кстати Я нормальный интервью дал Кто ширик Те А мне еще не те Если не ты С тобой выиграем Давай Ты ширик Так Не забудешь Что я сказал Скажи Кто махер Ты понимаешь Кто махер Вшел Ладно Короче 99,9% Что 6 Черный Но он молодец Что он не застрелился Он до конца борется Как раз не могут Забыть кого-то выставить После этого Могут удалиться По четвертому фолу Могут матернуться Может что угодно Произойти Поэтому До конца надо играть Это классно Что он не застрелился Либо он что-то Хочет сказать Нам Излить Душу Хочет что-то сказать Игрокам 3.10 на камеру Возможно Ну да 10 10 10 картонков Скрыл Напричайный Шериф Понятно При четверых Не пилите Просто снимаете Пять Потом черную Проверку Шесть так не 100 меня напрягают их разговоры как-то мне не нравится что тихо 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 не надо не надо не надо не надо ребят блин вот я буду на турнире я скажу я буду до конца играть почти наверняка буду говорить сейчас снимем 5 потом попилим двоих при четверых и чугану может произойти реально человек чувак может удалиться ты можешь вывести человека на 4 пол реально вот надо сейчас уговаривать мат победа сказать ребят я не верю что но 10 черная она сдалась 5 10 вместе черный 5 дал десятую черный до того как понял что промах был такое бывает бывает затупы у черных игроков со словом за тупо надо аккуратно я еще федерации полемиказии тут удаляют вообще если в россии там федерация партийной мафии там вообще орут очень жестко в у левшие нам ну так не орут но хотя наверно да здесь тоже культура очень приятном уровне вот и в полемиказии тоже можно удалиться там даже за словосочетание красный автобус удаляли игроков поэтому надо быть очень осторожным со словом типа затупы вот но в целом сейчас убеждать все равно снять 5 на следующий круг попил при четыре двоих про четырех это мат победы надо убеждать красных так сыграть 5 10 вместе черные дать ну вторую черный например тоже 10 но неважно вообще любого игрока черного потому что все равно все заголосуют 6 все равно 6 попили за все равно 6 проиграет но просто сейчас снять красного 5 после этого попилица и что-то сделать невозможное это что-то невозможно может произойти ну хоть как-то выиграть вот у 22 было такое что он точно уходил в гадайке эта игра есть где-то в ютюбе это в полемике он играл если не ошибаюсь красный так так горячо по красному поговорил что понятно что 22 черный уйдет и первый красный который выбирает он выставил по кругу красного который с 22 борется этот красный окраснился до нельзя поговорил очень горячо но оставалось 10 секунд он еще не выставил 22 и 22 начал вас спрашивать что почему там выкрикивал объясни почему ты красный а почему то 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 и в итоге тот просто не выставил 22 победил как вариант лоску была угадай к где лоску был то ли двухсторонним черным и там вообще без вариантов все смеялись что ты вообще делалось что-то себя не застрелил и он начал подмазываться льстить игрокам слушай как ты меня нашел на тот круг или на этот круг что-то тоже выкрики использовал как-то отвлекал жестами еще как-то и люди просто забыли овост то есть это тоже круто тоже надо пользоваться этим поэтому вот надо бороться до конца интересно кого не стреляли наверное вторую или нет кого-то всем 8-8 наверно отстрел 7 хороший и он вскрывается 7 проверенным красным есть такое или девять но девять это 9 наверно нет нет отстрел 7 отстрел 77 проверенный красный удона 5 8 9 черная команда наверно но мне так видится да это правда блин у старого 1 побед до сих пор четвертая игра ноль победу единственная почему это будет сильный аргумент по 3 5 ну как мне кажется артик будет прям явно делать вид что он супер за камеру да ну я вот объясню почему мне казалось что 6 оттенешь и после нормального всего сделать проверку но я так не сделал что ты на меня смотришь старого там телезрители сидят тебе не объяснять потому что я тебе не говорю тогда я объясню в камеру объясню почему если даже 6 у там уходит сомострелом на 10 это оставляет 10 проверенный красный 5 будет делать вид что он сдаётся назначать явно стрел игрока номер 10 и вряд ли 10 застрелится ну как вряд ли она не застрелится потому что на последней мафии если она расстрелится это стопы лет вот если 5 явно даст понимать что он сдается то 5 жива я игра под номером 9 писатель ваше мнение ну вас я вижу что у вас стрел 4 был кривоват он был в зазоре то есть я бы по четвертому параноиду потому что он играл против 1 2 3 там мало черных игроков там третье не было сильно черным как бы четвертого убили планета блин 4 9 2 красных реально 49 2 красных ну ё-моё так и оказалось нет он давай первым проверим черным у него будут шансы понимаешь то смерть 1 3 будет черный игрок там вот какие-то поцеловецы вот это давай 1 красным ты автоматически как бы себя загоняешь в этот тупик прикольно короче было круче сначала черных побед вообще ничего не было понятно да сейчас подряд две игры красные вообще в одну кассу все понятно все легко край мере от моего счета ну тут нету даже если допустим мы попали бы все равно так было потому что ну тут 10 плохо говорила можно допустим оператор не понравилось кстати ты мог подскрываться ты бы лучше вот вот я проверил бы в лоб был бы шерифом а так не проверил вот ну ладно такая карти красава проверка 3 не очевидно вот молодец черного нашел и потом еще вторую черного вашего это очень круто спасибо архи тоже офигенно сыграл 3 5 10 и саула ставил двойку черных и шерифы тоже классно да молодцы красным я должен играть мере мне кажется тихий закат думать что если во второй игре на меня черное продавили он теперь будет вот этот вот обращаться ко мне вот если ты там слушаешь ну такое не часто будет случаться это когда я совсем без дубля вот как настя меня продавила что там один вернее вскрылся и меня это купила такой не будет в каждой игре ну так не работает не за мной другого кого-то работой найти ты слабого вот так на все это вообще сделал что я так про мое лицо рассказывал награда что за человек сидят на руку в этот мое лицо горит черное мы с тобой на хайп я ехал сюда и вот ест туда его я думал с тобой будем на хайп боже так сейчас мы с тобой играли для игры в жизни но понятно что кривоватый стрел так бы все было хорошо это очевидно стрел 4 король так собрались интересного договорку посмотреть игру и присматривать открытым жалям не буду все понятно договорка надо присмотреть и динамику ли давали в 4 вот надо избавляться от этого слова мерзкого который я сказал что он самый красный тут точно красный и я у него стал черный он вообще забыл что я с ним сыграл потому что он сказал со мной только 6 сыграл это и слова речь что-либо я тут очень внимания меня не обращал и я ему короче скрывался но тот дуб я не могу до него доцениться до старого как бы проще это многие длинные там они там до них не тяжело что тебе надо я я тебе стою у меня что если бы там было две версии какие-то я там готовил речь у меня отсылка в нуле было и по 2 я говорю я 2 назову красный посмотрю что просмотр чем это мне улезо то есть я думал ну я был шерифом я стал поэтому я на 2-то писал сыгрался и сказал ну потом посмотрим что ты кто шериф это в этой игре или е а ты знаешь ты поверил мне видишь и сказал ему я у вас шериф я кстати чуть-чуть спрятался видишь ты поскал а если я опять же выйдет я спросил он такой нет нет ну чё нет сказал бы да я поможет и скрылся но я не скрылся что ты думала я скрылся тебе одну ну может и скрылся на чё ты меня не писала чё ты не писала у вас чё ну и в золото записала молодец красный радуется шестого прям тяжелого а старых не переживает не заботится сейчас баба что вы промазали и либо не поняли что вам сказала и поэтому промазали виноват безусловно я я недоступно объяснял ничего страшного так как будто бы я вот еще ни в одной игре с подливой не был прям вот прям чтоб с подливой вот была была первое ну понятно это так просто жесткое завещание было что черный от старого что черный решает в угадайке но это я к этому нормально отношусь типа нормально ошибаться у меня позавчера госпожа ученику фенат мафии оставил решать черный угадайке у которой одна а в конце у которой одна а в конце кто давал отстрел еще речь в тз можно пересмотреть вот 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 что у что-то за показал я услышал на шерифе наверно нет не слышал никого потом дон ну да статика плохо ну да там 4 в конце начал вылазить 9 черный 10 черный 1 красный до кого-то еще он там черному он там три игрока черными показал какие поэтому да уже меньше шрифт был первый сказал проверка на меня 7 я не видел этого но он показал 10 красный кто-то там еще отказался от шрифства можно было да можно было найти поискать хотя бы если дом почешет нос стреляется дом так ладно окей и посмотрим кто стрелял куда не уже там реально саму стрелку все засыпают вторая черная наша карта первую мы на колясочке доехали сейчас мне кажется мы уже никуда не доедем все черные на поверхности доездных нет в две версии очень тяжело играть там надо передавить арктика на самом деле ну дон статику поставил то есть проиграл предыдущего черным ставит статику первую ночью вообще какая статика сто процентов проигрыш надо было убить шрифт ну а есть такой когда мы все плохо надо делать еще хуже то есть и люди будут гордоне этому нет смысла когда его черного 3 сняли уходить самострелом хотя в этой игре может может перевернуть так у нас у меня вернее и сейчас начинается мне я кайфанул жестко от игры вот мне очень понравилось надеюсь вам тоже подписывайтесь по братски потому что но я почему создает этот контент потому что его не создают другие и но я очень люблю мафию слишком люблю и поэтому я и смотрел у девшу и когда были разборы смотрела разборы этих же игр и поскольку сейчас разборах ну разбор есть но не с небольшим запознанием потому что ребята которые этим занимаются они хотят делать ну они прям подготавливаются ищут там напарника с кем пообщаться например вот так интерактив классная визуальная картинка там еще что то вот то есть ребята тоже запариваются но с небольшим запозданием это делают поэтому вот я поскольку я все равно смотрю игры разбираю их я все равно от этого тащусь кайфую поэтому я решил тоже в это погрузиться и развиваться в этом все всем всего доброго до новых встреч пока 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 вот пишите комментарии позитивно негативно чем раз очень нравится вот всем сердечки я кстати прямо когда вот так сердечки показывают но мне кажется сердечко должно быть такое такое маленькое не выпирающее такое сердечко вот такое все